Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 мая и вот когда я наконец всю теплицу этому собрали, я наконец собралась вам рассказать последние такие мелочи о сборке, на что нужно обратить внимание и почему эту теплицу назвали производителей чудо-теплицей. Сейчас я подойду, прям зайду в дверь и все вам покажу. Конечно, каждый выбирает себе вот такое вот сооружение для сохранения, для укрытия растений по своим запросам. Кому-то нужно для одних целей, кому-то для других. Вот я рассказывала, почему именно я выбирала такой парник, чтобы он был высокий и чтобы он имел возможность сохранить растения в ранний период. Ссылку на видео, где я подробно рассказывала, как я пришла к выбору такой вот именно парника, вот этой теплицы, как ее назвать хоть как можно, я вам дам и вы прочитаете. Потому что я всегда выращивала ранняя высадка в тоннелях томатов, но в этом году я решила высадить именно высокорослые для получения раннего урожая крупноплодных сортов томатов в открытом грунте. К сожалению, этот год не позволит мне уже испытать полностью вот это вот сооружение при весенних заморозках. Обычно у нас средина мая, конец мая, еще выпадает снег, еще град, еще метели могут быть. И я-то выбирала именно для этих целей, что в том случае, если пойдет град, мороз, метель, мои томаты будут там чувствовать себя хорошо. Но в этом году, видите, у нас какая погода. Парник приобрела, а ни градов, ни метелей нет. Но все это ожидает меня на будущий год. Вот. Поэтому в этом году можно сказать, что весенние испытания на случай мороза провести не удастся. Сейчас я быстренько внутри расскажу вам об особенностях этой теплицы. И отдельно потом поговорю про этот материал. Потому что когда спрашивают, почему эта теплица называется чудо, Конечно, это состоит в основном, как я решила, из двух аспектов. Это что прочный вот этот каркас, на который производитель дает гарантию 20 лет. И вот этот новый вид ткани, про который тоже нужно рассказать отдельно. Конечно, одним из главных условий, по которым я выбирала вот эту теплицу, это было именно то, что я могла бы здесь ходить в полный рост. Вот высота метр восемьдесят. И то, что когда я ухожу, то я могла бы очень плотно все это закрыть. Именно вот эта дверь, клапан, позволяет здесь создать такое замкнутое, микроклимат именно, как бы сказать, ну как в теплице, только в маленькой. И вот эта дверь, кто видел мои видео ранешние, ну старые, еще трехлетней давности, они видели, что я сама самодельно вшивала в свои тоннели, в которых выращивала рассаду, я вшивала вот такие замки, и я ходила каждое утро, открывала, каждый вечер закрывала. Но единственная проблема была, что у меня тоннели были низкие, они были метровые, и попасть я туда, конечно, не могла. Там и полив был невозможен, просто я вставала на четверянки и заглядывала туда внутрь. А вот эта теплица, которую я решила, вот эта чудо-теплица для выращивания высокорослых крупноплодных, мне именно нужно было, чтобы я в самые ранние сроки, сразу после высадки, могла сюда заходить, могла их подвязать, могла их полить. И вот эта дверь-клапан как раз позволяет это сделать. Еще одна немаловажная деталь, это то, что не очень усложнили они вот эти вот производители, как сказать, вот для простых огородников. Я когда показывала сборку, я вам показывала, что там четыре вида деталей. Одни ровные, вот такие длинные, большая дуга, маленькая дуга. И вот эти длинные, одни длинные, прямые, а другие с прорубом покороче. Ну, короче, там такая инструкция подробная, что мы собрали, например, без проблем. Очень быстро, без проблем. Сразу скажу, не я. Я споткнулась, я вам уже рассказывала, что я, Маугли, который в лесу чувствует себя хорошо, с железками, он вот так глазки выпучивает, что это такое. Мне собрал муж, но все равно, он видел первый раз эту теплицу, собрал он быстро, можно сказать, легко и непринужденно. И тут, сейчас я вам скажу, главное, что все уже предусмотрено. Тут вот в этой конструкции есть вот эти вот пазы, в которых, как бы объяснить там, как они называются. А, вот эти стропы, видите, вот закреплены стропы. Эти стропы в пазах, они не дают смещаться туда-сюда. Я-то, если честно, я когда покупала, я об этих стропах, я и не подозревала. Я думала, что просто вот чехольчик, вот как у меня, хоп, накидывается и все. И я еще подумала, что он, возможно, будет от ветра туда-сюда ездить, эта ткань. А нет, видите, тут специально, вот в этих местах усиленная какая-то, как прорезинка, что ли. И вот в этих местах стропы держат его конкретно. И, естественно, что люди пишут, что на зиму они каркас этот стараются снимать. И вот смотрите, если, ой, не каркас этот, чехол, тент. Если тент на зиму снимать, вот без тенда, вот этот каркас, который оцинкованный, он не ржавеет, он выдержит, естественно, любые нагрузки, потому что ветер, он же дырявый будет, ветер продувает мимо него, снегом его завалит, это не важно, весной снег растает. Потом вы выйдете, хоп, опять этот тент оденете. Конечно, тент лучше снимать. И это по отзывам остальных зрителей, которые уже пользуются. Это и по рекомендации производителя, чтобы было именно долговечно, вот эту тряпку нужно беречь. Ну, тряпкой ее не назовешь полотно, культурно скажу. Это полотно нужно беречь и на зиму, конечно, снимать. Тут вот еще один нюанс есть. По инструкции, вот здесь дается, как тут запасной такой хвостики, их нужно в прикоп делать. Но вот я хотела, не знаю, буду я так делать или нет, я хотела весной прикопать, когда холодно, а потом летом немножко как бы их подзасучить вот досюда, чтобы у томатов было более полное проветривание. Но я посмотрю, я еще с этой тканью не знакома, возможно, что она такая дышащая. И вот этих дверей, клапанов открытых, возможно, будет достаточно. И, возможно, я прикоп не буду трогать. Ну, вообще, мы знаем, что томатам нужно хорошее проветривание. Но зрители пишут, что вот огурцы себя здесь чувствуют прекрасно. Тут такой микроклимат создается, так влажненький. И такое рассеянное солнечное тепло, от жары они точно здесь. Вы видите, какое плотное полотно? Даже нет таких, как бы полупустых размывов, как у нетканки. Посмотрим, я же впервые все это, я потом поделюсь, буду я открывать это летом или нет. Но если вот такая у нас 30-градусная жара установится на весь сезон, не знаю, тут, мне кажется, и тент вообще можно как верхний зонтик оставлять. Многие спрашивали о размерах, я вот скажу о своем. Я заказала 4-х метровый, потому что у меня вот здесь на горе достаточно места. Но удобна вот эта конструкция тем, что она, конечно, она есть и короче. Там, по-моему, у них, я на сайте смотрела, есть 2-х метровые, есть 4-х метровые. И вот из-за этой компактности его можно влепить, вместить в любой уголок, в любое место. Вот это у меня тоже на горе, у меня оно не очень популярное место, потому что здесь раньше был не огород, а просто там гора, мы чуть-чуть грунта насыпали. И я ее буду испытывать здесь. Почему именно здесь? Потому что здесь и ветер сильнее у нас, чем в низинке, там в основном огороде. И здесь самое солнечное место, потому что я рассчитывала, что раз я высажу в мае, то, возможно, еще будет холодно. Но, видите, погода внесла свои коррективы. От холода мы нынче уже, наверное, не будем спасаться. Мы будем спасаться от жары. И про ткань я сейчас в этом ролике скажу в двух словах. Но вообще я хочу вам рассказать об этом новом виде ткани отдельно. Сразу, чтобы вы не подумали, что я строю себе такую умную, продвинутую огородицу, скажу, что я с этой тканью встречаюсь сама впервые. И когда я покупала теплицу, я о ней ничего не знала, вот об этом укрывном материале. Всю информацию изучила уже потом. Вот сейчас у нас аномальная жара, я до обеда работаю, и потом сил нет. Но зато есть прекрасная возможность посмотреть информацию в интернете. И когда я на сайте вот этого производителя, сибирский агроном, ну вот где делают чудо-теплицы, прочитала, что это такая укрывной материал нового поколения. Как же он называется? Сейчас, я даже выписала, подождите-ка. Райфенхаузер по технологии немецкой, как всегда немецкая, все хорошее обычно. И вот он защищает, ладно, мы сразу видим, что от ветра, от града, это вот любой тент защитит. Конечно, от ветра, от града он защищает, но про него заявлено, что он может защитить от заморозков минус 8. Это не мои слова, не знаю, еще не проверено, хотела весной проверить. Ясно, что снег, град, все это не страшны. Не страшно также палящее солнце, но еще он создает такой тропический микроклимат, который идеально подходит нашим растениям. И вот сейчас следующий ролик, чтобы этот не удлинять, я расскажу специально вот об этом чудо-укрывном материале. Это считается новинкой для кого-то, вот для таких, как я, например. Мы живем в провинции, до нас доходит не сразу, но до меня дошло вот только в этом году. Может быть, кто-то уже давно пользуется такими материалами. Сразу скажу, что он дороже обыкновенного спаунборда, но у него много таких, проверяющая пришла, таких достоинств, которые, скорее всего, я вот помните, вам говорила, что я когда зашла, я говорю, какая-то ткань интересная, необычная. Она вроде бы перфорированная, как бы сеточка-сеточка-сеточка, но потянешь, она такая плотная и прочная, как я выразилась, слово такое придумала, как бы целлофонированная. И вот я поинтересовалась, что это за чудо-ткань такая по немецкой технологии. Все с сайта, знаете, с какого? Не с того, где чудо-теплицы делают, а с того, где эту ткань именно продают метражом, потому что ее можно купить и просто в садовом магазине, зайти купить, но если есть, я не знаю, не видела, есть у нас или нет она, я о ней вам хочу рассказать отдельно. Вот из-за этой как раз ткани, которая она дороговатая, которая нового поколения, которая отличается от спанбордов, от наших, которые недолговечные, не очень прочные, из-за каркаса, который очень-очень такой, как бы негнущийся, твердый, прочный. Вот из-за этого, скорее всего, и назвали эту теплицу чудо-теплицей. Но я больше всего склонна к тому, что это чудо-теплица, скорее всего, из-за ткани, которые создает здесь микроклимат, которая весной предохранит от мороза, летом от палящего солнца. Вот у нас сейчас будет 30 градусов. Посмотрю, как тут высажу сегодня растения, как они тут будут себя чувствовать. Все, конечно, буду вам показывать, так как впервые у меня эта теплица. Конечно, мониторинг будет почти ежедневный. Во время каждого утреннего обзора буду заходить сюда. Тут же у меня будут вот в этой теплице томаты, а в следующей, в парничке, будут там перцы и баклажаны. Еще раз повторюсь, первый опыт. Вот все наблюдения буду вам показывать. Ну вот, как я решила, но это мое личное мнение, не знаю, что эту чудо-теплицу называют чудом из-за ее долговечности. И вот из-за этой ткани, которая нового поколения, которая на порядок, как бы удачнее других своих предшественников, ну, будем испытывать. Пока это просто мои пустые слова. Пока это вся информация с интернета, которую мой пытливый ум выискал. И сейчас расскажу вам про пленку. Все, пока, до свидания.